Чемпионат Братислави стал золотым для российских фигуристов. На первенстве континента Татьяна Волосожар и Максим Траньков лучшие. Для Татьяны выход на лёд был тяжёлым испытанием. Но остальная воля, артистизм и мастерство спортивной пары обеспечили победу. А в одиночном женском катании у российских спортсменок весь пьедестал. О блистательных выступлениях и событиях, которые были скрыты от болельщиков. В репортаже Антона Верницкого. Братислава для российских фигуристов счастливый город. Это не только потому, что на нынешнем чемпионате Европы пара Татьяна Волосожар и Максим Траньков завоевали здесь золото. Днём ранее вообще весь пьедестал в женском одиночном катании стал нашим. А час назад стало известно, что пара наших танцоров Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв завоевали бронзу. На местном катке в разные годы первенства Европы выигрывали и пара белоусов-протопопов в далёком 66-м. Позже Ирина Слуцкая, Евгений Плющенко, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Для олимпийских чемпионов в Сочи Татьяна Волосожар и Максима Транькова это уже четвёртое золото чемпионата Европы. Хотя, как говорит их тренер, само выступление было под вопросом. Татьяна вышла на лёд с температурой. Испытания и Татьяна и Максим выдержали. А вообще, по статистике, на каждом чемпионате Европы по фигурному катанию сборная России обязательно выигрывает в среднем по два золота. Каток в Братиславе место уникальное. Он носит имя олимпийского чемпиона Анжиа Непилы, выдающегося словацкого фигуриста. В своё время так покорившего своими выступлениями советское руководство, что ему, вопреки правилам, даже присвоили звание заслуженного мастера спорта СССР. Хотя он никогда не жил в нашей стране. Один из старейших в Европе, построенный 75 лет назад, Братиславский каток стал счастливым для 16-летней победительницы в женском одиночном катании Евгении Медведевой. Для неё это был первый взрослый европейский чемпионат и первый опыт работы с Ильёй Авербухом. Именно он поставил Лене произвольную программу. На самом деле я в начале сезона даже не могла подумать, что на таких крупных стартах у меня сразу же с первого взрослого сезона будут золотые медали. Илья очень творческий человек, и мне было безусловно приятно с ним работать. И это очень красиво получается, и очень необычно. Занявшей второе место Елене Родионовой к соревнованиям шили новое платье, о чём она с восхищением рассказывала журналистам. Платье в стиле, как сказала сама фигуристка, тех, что носили женщины на Титанике. Её произвольная программа была под музыку из этого фильма. А вот для Анны Погорилой бронзовая медаль европейского первенства уже вторая в карьере. Причём весь пьедестал в женском катании на чемпионате Европы наши занимают вот уже второй год подряд. Последний раз в истории нечто подобное было в начале 2000-х. Тогда, 4 года, с 99-го по 2002-й, наши девушки выигрывали и золото, и серебро, и бронзу. Повторить рекорд вполне под силу. В следующем году европейское первенство пройдёт в Чехии, а в 2018-м в Москве. Антон Верницкий, Христина Иванова, Денис Воронцов, Первый канал.